Мы, когда наша бригада выезжала в Велокаменку, держали город здесь, обслуживали под пациентом, почему в эти группы риска мы не входим и почему нам не доплачивают за то, что выплаты стимулирующего характера, за то, что была дополнительная нагрузка на оставшиеся бригады, которые непосредственно не выезжали к ковидам. И почему диспетчерская служба, которая ведет прием и передачу вызовов, получила вот этот вот коллектив, который выезжал, а не нет. У сотрудников скорой помощи Мурманской области до сих пор очень много вопросов. На их взгляд, сам факт работы на линии уже риск. А повышенная нагрузка и есть те самые особые условия труда, о которых говорится в постановлениях. При этом стимулирующих выплат они пока не дождались, а федеральные деньги получают только те, кто непосредственно контактировал с зараженными. 51 сотрудник города Мурманска выплаты не получил совсем, ни по одному из постановлений. У них не было эпизодов больных с коронавирусной инфекцией, с подтвержденным так называемым ковидом, поэтому по постановлению 484-му, так называемые президентские фиксированные выплаты 25,50, они не претендуют. Но им положены стимулирующие выплаты по постановлению правительства Мурманской области 189 от 8 апреля 2020 года, которая была издана на основе 415 правительства Российской Федерации. Разобраться в хитросплетении постановлений и дополнений федеральной и региональной власти непросто и опытному человеку. Но чтобы получить то, на что надеялись сотрудники скорой с начала пандемии, им приходится углубиться в юридические тонкости. Ведь находясь на переднем фланге, ежедневно выходя на линию, они и в самом деле не знают, с чем придется иметь дело. Подозрительные пневмонии, ОРВИ, контактные пациенты, забор мазков на коронавирус – все это риск заражения, который может превратиться в суровую реальность. И этот риск должен быть оплачен, считают медики. Главврач областной станции поясняет действительно по действующим распоряжениям федеральные выплаты для тех, у кого были пациенты, внесенные в регистр больных коронавирусной инфекцией. Если пациент в регистр не попал, то выплаты предусмотрены из средств региона. Буквально вчера произведен перерасчет. Сегодня должно быть до начисления средств. Это 107 сотрудников. Сформированы списки эти после многочисленных жалоб, обращений на горячую линию и Минздрава, и в приемную губернатора. Каждый случай отработан. Было порядка 90 обращений. Обращавшихся сотрудников мы обзвонили, выяснили обстоятельства, по которым они обращались. Много вопросов у сотрудников скорой помощи и в других городах Мурманской области. Говорят о том, что стимулирующие выплаты должны исчисляться с учетом полярных надбавок. И о том, что в выездных бригадах рискуют все. Чтобы изменить ситуацию, сейчас создают специализированные выездные бригады для работы с ковид-пациентами. Министр здравоохранения Мурманской области пояснил, что выплаты фельдшерам по приему вызовов регламентированы 415-м федеральным постановлением. А выплаты за риск заражения выездным бригадам предусмотрены за счет региона. Министерство принимает меры, чтобы по возможности максимум сотрудников получили надбавки. В данный момент мы проводим проверки по всем этим случаям. Да, к сожалению, действительно такие сигналы у нас по ряду учреждений есть. Безусловно, всем главным врачам дано поручение еще раз все проверить. На соответствие факта выполненных выездов к таким пациентам, в таких ситуациях, они действительно в нашем региональном постановлении правительства и в наших документах, которые мы сделали для наших подвесных учреждений, четко прописаны. Поэтому сейчас мы проводим проверки. Выплаты за работу в условиях пандемии из бюджета Мурманской области получат не только сотрудники скорой помощи, врачи, медсестры, фельдшеры, но и водители машин скорой помощи, водители медицинского транспорта, сотрудники лабораторий и еще несколько категорий, которые не вошли в федеральный перечень. И все же, если вопросы остаются, сотрудников скорой помощи просят обращаться на горячую линию и в Министерство здравоохранения Мурманской области. Сейчас ситуация на личном контроле и у главы региона Андрея Чибиса. Каждый случай рассмотрят отдельно.